Губернатор Евгений Куйвышев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх на рабочей встрече договорились о совместной работе, направленной на выполнение установок президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Напомним, говоря о механизмах достижения масштабных целей, стоящих сегодня перед страной, глава государства заявил о том, что нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. По словам Евгения Куйвышева, исполнение такого поручения президента налагает дополнительную ответственность и на бизнес-амбудсмена, и на региональные органы власти. Нужно подготовить перечень исчерпывающих предложений и мер для улучшения в этом смысле работы. Обсуждая контрольно-надзорную деятельность, Евгений Куйвышев попросил Елену Артюх сделать аналитическую записку для дальнейшего предоставления информации в адрес президента Российской Федерации. Регион такое поручение получил. Губернатор будет детальнейшим образом разбираться в этой ситуации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх заявила о готовности включиться в работу. На встрече она также представила губернатору доклад о результатах своей работы в 2018 году. Дала оценку условиям осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области. Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказала, что в последние годы количество обращений предпринимателей стабилизировалось около 1 тысячи в год. Менее всего обращений, и это объективный факт, связано с работой органов региональной власти. И на среднем уровне находится количество обращений, связанных с работой муниципальной власти. Елена Артюх также подчеркнула, что помимо работы с обращениями и жалобами, аппарату полномоченного активно занимается просветительской деятельностью. Так, за 5 лет почти 12 тысяч человек получили консультации об изменениях законодательства, обязательных требованиях к работе предпринимателей, о мерах поддержки, на которые они могут претендовать. По словам бизнес-омбудсмена, к этой работе уже присоединились представители шести ведомств, ведущих контрольно-надзорную деятельность. Такая методическая помощь позволяет перестроить взаимодействие с предпринимателями на профилактику правонарушений. В Артемовском городском округе не так много крупных предприятий, поэтому развитие малого и среднего бизнеса жизненно важно для муниципалитета. Местные власти должны понимать это и исследовать тем процессам, которые инициируются на федеральном и региональном уровнях. И в первую очередь наладить прямой конструктивный контакт с местными предпринимателями и теми, кто только еще хочет открыть свое дело в нашей территории. Продолжение следует...